В какой форме сдавать итоговую аттестацию в школе? Такой выбор у выпускников 2012 в этом году появился. До 10 марта школьники должны были определиться с выбором будущей профессии и формой сдачи итоговой аттестации. В начале февраля об этом говорили на коллегии Министерства просвещения. Тогда в ее работе приняли участие и представители Комитета по образованию Верховного Совета. С таким предложением тогда депутаты согласились. Однако сегодня, когда пришло время принимать поправки в закон об образовании, автор законодательной инициативы предложил не голосовать за них. Почему я об этом говорю? Потому что нас пригласили, меня в частности, как одного из депутатов Комитета по образованию, на расширенное заседание коллегии несколько месяцев назад. И когда обсуждался этот вопрос. На сегодняшний день у меня нет никаких данных, как же прошло реализация этого проекта на практике. Я прошу коллег-депутатов не торопиться с принятием во втором чтении. Между тем, итоговые аттестации в школах республики начнутся с 25 мая. Но проведение альтернативной формы будет проходить в нарушении действующего законодательства, отмечает вице-премьер. Но говорит, родителям и выпускникам волноваться не стоит. Я считаю, что данное отложение рассмотрения вопроса нецелесообразно и не способствует стабилизации и нормализации учебного процесса. Хочу успокоить всех родителей и выпускников, что в любом случае, независимо от того, что данные изменения в закон не приняты, итоговая аттестация в этом году в соответствии с приказом министра просвещения пройдет как в форме ЕГЭ, так и в альтернативной форме. К итоговым аттестациям в школах уже все готово. Выпускники разделены на группы, кто будет сдавать итоговую аттестацию в альтернативной форме, то есть математику в виде контрольной, а русский язык сочинением. А кто выбрал ЕГЭ? Последних в списках больше, но выбравших альтернативу тоже достаточно. Выпускник, который сдаст в альтернативной форме экзамен, сможет быть таким же абитуриентом, как и любой другой, потому что сдача итоговой аттестации служит всего лишь для получения аттестата. Получив аттестаты, приложив к аттестату то количество сданных ЕГЭ по тем предметам, которые ему нужны будут для поступления, а не всем нужна математика, как мы знаем и так далее. Рассмотрение законопроекта о внесении изменений в закон об образовании будет рассмотрено на следующем пленарном заседании 30 мая. Так решили депутаты. Но к этому времени итоговая аттестация в школах уже закончится. Ирина Полесико, Татьяна Коркина, Егор Бекерский и Роман Лицуков. Первый республиканский.